Уважаемые любители моих фотографических опытов, сегодня у нас с вами сложная очень задача, связанная с тем, что надо сравнить несравнимое, а именно объективы старые достаточно, хотя и сильно обновлённые в своё время, фирмы Лейц. Речь идёт о топовом объективе Ноктелюк с светосилой 0,95 с фокусным расстоянием 50 мм и Фахтлендеровский, то есть Кассиновского производства, объектив Фахтлендер Ноктон с светосилой 1,1, тоже 50 мм. Объективы оба очень приличные. Вот вы их сейчас видите, смонтированных на Лейке М11. Я её использовал для сравнениях объективов. И довольно долго с ними возился, то есть ещё с времён, с тех времён, когда лежал достаточно обильный снег. В чём же интересно? В чём интерес сравнения? Ну, потому что, во-первых, объективы стоят один в 10 раз дороже, чем другой. Ну, понятно, что Лейцовский он подороже будет. К тому же сейчас существует интерес к Фахтлендеровской оптике, поскольку появился объектив 50 мм, этой же фирмы, у которого светосила равна единичке. То есть он приблизился к той Лейцовской модели, с которой я начал своё знакомство с светосильными объективами этой фирмы. Речь идёт о том, что в начале 80-х годов как раз вышел тот самый знаменитый объектив «Ноктелюк светосилой 1». Это был прорыв, особенно в плёночную эпоху. И он, конечно, производил неизгладимые впечатления. Я говорю, у меня у самого прям даже руки тряслись, когда я брал его в руки и пытался снимать Лейкой. Тогда он монтировался на М3 и производил впечатление действительно шедевра. Ну, сейчас всё меняется, посмотрим, как же они работают. Ну, вот первый снимок, естественно, сделал новостройки. Мы все живём, в большинстве своём любители фотографий в городах, и поэтому вот первая картинка, сделанная как раз в полный кадр «Ноктоном», и потом идут две картинки сравнения. Что же оказывается при первом взгляде? Там балкончик, обведённый красным карандашиком, и видно, что существует разница. Лейцовский объектив получше явно разрешает, явно получше тона передач, то есть то, что ещё любят называть микроконтрастом. Да, действительно, полутона и разрешение у него повыше. Смотрим дальше. Следующая картинка традиционная. Снят храм и фриз на храме. Он представляет собой такое цветное. Панно очень красивое. Если сравнить «Ноктилюкс» и «Ноктон», то окажется, что у «Ноктона» контраст повыше, в том числе и цветовой. Всё как будто поусилено. Хотя снималось на одну матрицу, в одних условиях, и никакого вмешательства я, как обычно, в результаты работы камеры не производил. Ну, как всегда, внутренний известный формат записи, который вскрывается в пикчелан. То есть это, всем, я надеюсь, понятно, и дурацких вопросов ко мне не будет. Теперь перейдём к более сложным и насыщенным сюжетам. Ветки деревьев, особенно покрытые лишайниками, они всегда привлекают фотограф. Посмотрим, как же они передаются. Здесь сначала картинка «Ноктоновская». Всё подписано, поэтому проблем не должно быть. У фоклендеровского объектива «Ноктона» контраст цветовой опять повыше, а лейцевский объектив «Ноктилюкс» кажется каким-то вялым и мягким. На самом деле не в этом дело. Мы опять сталкиваемся с тем, о чём я рассказывал в одном из роликов, о том, что в японских традициях есть такой фокус увеличения резкости, когда точка на плёнке или на матрице передаётся не совсем точкой, а как бы бубликом, который ещё и окружает. Вот здесь это некоторое контраст и иллюзия резкости добавляется к общему изображению. Но не будем останавливаться. Посмотрим на снимок против света. Вот здесь изогнутая берёзка. И смотрим назад. И тут мы с вами видим в нерезкости бакё, тушё, как хотите называйте, любым красивым словом. Но это просто нерезкость. Она, вот это размытие изображения, оно разное. То есть тут уже сказывается конструкция объектива Фахтлендера и конструкция объектива пупочной фирмы «Элитвиц». Вы видите, у Нактилюкса размытие намного больше. То есть там мягче переходы. То есть, а сам непосредственно Фахтлендеровский Нактон, он по контрасте пожёстче. Ну и задний план, из-за особенности конструкции объектива, он выглядит более резким. Чем-то, так сказать, немножко отравляет жизнь любителям выделения сюжетно важных компонентов снимка в виде обрыва резкости сзади. Я тоже люблю, когда сюжетно важные части резкие, а неважные – мутненькие. Поэтому мне больше в этом отношении нравится Нактилюкс. Хотя, обращаю ваше внимание, светосила-то одинаковая, то есть прикрытая диафрагма примерно равна. Теперь посмотрим очень сложный момент, который плохо удаётся. многим, как в старые времена объективам, так и современными. Это так называемая техника светлых тонов. Для этого я выбрал сюжет на речке Владимирской области, где уже начал разрушаться снег. И вот там пожелтевшие следы от маньяков, которые носятся на гусеничных этих снегоходах, пытаясь найти плынью поглубже, ну, чтоб уж точно не вынаркнуть, они, тем не менее, наделали таких ходов. И вот уже снег стал таять, и при растаивании возникают как раз оттенки белого и жёлтого цвета. Понятно, у нас речки-то в торфяных местах недалеко от Киржача, они очень прозрачные, не Байкал, короче говоря. И вот обратите внимание на то, что указано стрелочками. Тот самый микроконтраст, который позволяет создать картинку очень яркую, сочную улейца, хотя объектив, как вы понимаете, Ноктилюкс существенно старше, чем Фахтлендеровский Ноктон, но вы видите, там сохранён микроконтраст. А что происходит у Ноктона? Исчезают мелкие детали, как я уже описывал, это фокус передачи точкой. Псевдо-резкость на маленькой картинке и исчезновение деталей при большом растягивании изображения. Неважно, чем вы пользуетесь, плёнкой или цифрой, результат будет один и тот же. Но в тенях, надо сказать, чтобы объективы показали себя более-менее равно. Вот ещё один снимок речки, с моста, там как раз размыто уже, размыт снег, уже видна тёмная вода, и в ней там всякие безобразия на дне, как обычно, после зимы. Как видите, более-менее картинки похожи. То есть в тенях эти оба объектива работают практически эквивалентно. Проработка теней, короче говоря, здесь очень похожа. Но перейдём к небесам. Вот сухостой, дерево сухое, и на фоне просто голубого неба, бесхитростное. Ну вот, сравним Ноктелюкс и Ноктон. Что оказывается? Оказывается, что у Ноктона опять задран контраст, а детали в тенях лейтс в данном случае на фоне светлого неба передаёт намного лучше. То есть, если вода в речке и дно сопоставимы, то здесь уже сопоставление в пользу Ноктелюкса. Однако, теперь перейдём к традиционному развлечению моему, это к мирам. Вот у нас две миры. Первая мира – это Ноктелюксовская. Естественно, что два кадра. На полностью открытой диафрагме сфотографирован центр, то есть вырезан центр кадра, вторая мира в углу кадра. Что здесь происходит? У нас в центре кадра разрешение 88 пар линий, а на краях 75 пар линий. То есть, здесь в данном случае вот такое разрешение. Имеется в виду у Ноктелюкса фирмы Лейтс. А у Ноктона, посмотрим на следующую картинку, на полностью открытой диафрагме 1,1, 74 в центре и 67 по краю пар линий. Но если мы прикрываем до 5,6, то у Лейтс всё возрастает до 88 пар линий, а Ноктон выравнивается по полю. То есть, конструкция оптическая разная, поэтому 74 пар линий в центре и по углу. То есть, в данном случае у нас на ситуацию сказывается марка стекла, конструкция объектива и расчётчики. Это очень существенный момент. Ещё раз подчеркну, у нас одна и та же камера Лейко 11М с матрицей в 60 мегапикселей. Ну, посмотрим и то, для чего эти объективы вообще-то предназначены. Для съёмки портретов. Да ещё в неподходящих условиях. Вот парочка предпенсионных бойцов, которые обсуждают очень важную книжку между собой. Один кадр сделан соответственно Лейкой и с Ногтелюксом, а другой той же самой Лейкой уже только с Вахтлендером. Ну и что? Что скажем? Скажем так, что с Кинтон горячо любимый, значит, он всё-таки у Ногтелюкса чуть-чуть получше. Не намного, но получше, понатуральней. Мне скажут, ну мы в фотошопе идите и лудите. Я так мягко вас отправляю куда подальше, потому что камера должна получать тот результат, который вы видите глазами. Если, конечно, вы умеете снимать. Если снимать не умеете, вам никакая Лейка не поможет, а никакой Ногтелюкс. Спокойно снимайтесь айфоном и утешайтесь. Мне кажется, этого достаточно для выпендрёжа и самоудовлетворения. Ну, а теперь перейдём к сладенькому, к тому, для чего эти объективы тоже очень хорошо приспособлены. А именно, к теням. То есть, к теневому, к затенению, особенно к вечернему, когда падает солнце. Я специально совершил небольшую прогулку и по городу и сделал в режимные часы, когда уже свет включён, но ещё небо немножко светится для того, чтобы сделать поучительные кадры. Ну, если посмотреть дорожку, то обычную дорожку парковую, то никакого скверика небольшого, никакой разницы особой увидеть не получается, хотя и диафрагма открыта уже до четырёх. Вот общая картинка, вот вторая общая картинка, разница несущественная. Но если мы посмотрим на объективы оба как они работают в темноте, то выясним неожиданную вещь. Поскольку у меня на лейке М11 были выключены все автоматические настройки, я вообще их почти не использую, оказалось, что если снять ногтелюксом, ну, как положено, полностью настроив камеру на диафрагму на четвёрку, то получится кадр вот такой, то есть посветлей. А если проделать то же самое с фактлендеровским ногтоном, то кадр оказывается всё время намного темнее. То есть у нас на самом деле налицо некоторое несогласование отверстий диафрагмы и того, что нарисовано на объективе. Это же отслеживалось и в мире, если вы обратили внимание, на открытой диафрагме как-то странно себя ведёт. Ну и действительно входные линзы сильно различаются и разница не на тот мизер, который указан у нас на оправах. То есть совершенно явно, что с фактлендеровским объективом происходят некоторые манипуляции, которые снижают его реальную светосилу, особенно при закрытии диафрагмы. Почему это происходит, я не знаю, надо разбираться. Быстрее всего это конструкционные особенности, которые преодолеть не удалось. Теперь закончим наше исследование простейшее очень приятным во всех отношениям занятий, что является критичным для большинства светосильных объективов. Ну, это всем, кто снимал что-то кроме своих глазадых потомков, известно, что такие объективы очень плохо относятся к самосветящимся объектам, то есть к светящейся точке. Нет ничего хуже для светосильного объектива, чем светодиодный источник точечный. Вот для этого я в городе Герои Москве сфотографировал вывески торгового центра. Вот он сам перед вами, а вот этот фрагментик, который я увеличил. И вот сравните картинки, снятые ногтелюксом на диафрагме одинаковые на четвёрке и фахтлендеровским ноктоном. Как видите, надписи ногтелюксом хорошо читаются и не сливаются между собой. А вот фахтлендеровский ноктон держит самосветящиеся объекты плохо. То есть между буквами исчезают промежутки и картинка даже немного отличается по цвету. Таким образом подведём некий итог. Несмотря на огромную разницу в возрасте, потому что один объектив мог быть практически отцом другого, учитывая сколько лет они выпускаются, конечно, намного качественнее по микроконтрасту, по работе в цветах ногтелюкс. он же лучше держит самосветящиеся объекты и в общем, с моей точки зрения, превосходит по тактико-техническим характеристикам и особенно при съёмке людей превосходит ноктон фахтлендера. Однако разница в 10 раз в цене кое-что значит. если не презираться уж так сильно, как я и не требовать от оптики тех самых высочайших высочайшего качества, к которому мы всегда стремимся, то ноктон вполне приемлемый, сопоставимый с ногтелюксом объектив, который просто стоит в 10 раз дешевле. Если вы не будете предъявлять слишком высокие требования, то есть вам не надо делать картинки метрового размера, то он вполне сослужит вам добрую службу. А уж для таких объектов, как голые задницы детей, физиономии прыщавых девиц и прочая всякая ерунда, он вполне пригоден и сопоставим с ногтелюксом. При этом имеет очень доступную цену. Могу сказать, что и то, и другое я, как обычно, приобретал в магазине Кутузов фото, где, собственно говоря, эти штуки и водятся иногда. Там можно купить и старый ногтелюкс, и поновее, и уж совсем хороший, как у меня, асферик. То есть здесь много возможностей, как для поисков старой оптики, зарекомендовавшейся с лучшей стороны, так и покупки совершенно новых фахтлендеровских или сигмовских объективов. В общем, желаю вам развиваться и не быть столь придирчивым, как я, к тому, что и так дает прекрасный результат. На этом, уважаемые слушатели, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok